Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить о хореографическом искусстве, если точнее о народном танце, потому что у нас есть уникальная возможность пообщаться с членом жюри территории области танца, то есть большого хореографического конкурса, который проходит у нас в Благовещенске. У нас в гостях находится заведующая отделом хореографического искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова Анна Александровна Каладина. Здравствуйте, Анна Александровна! Рады вас встречать на нашей амурской земле. Но вообще, если честно, у вас действительно такая работа тут плодотворная. На несколько дней серьезный отбор коллективов. Ну, я так понимаю, жюри-то в любом случае не первый раз. А вот на нашей области танца присутствуете впервые, правильно? Нет, не впервые. Ну, во-первых, доброе утро. Я второй раз, мне так повезло. В прошлом году был первый конкурс, и меня пригласили принять участие в нем в качестве члена жюри и посмотреть, как развивается именно Амурская область. Дело в том, что по роду своей деятельности я объезжаю всю страну от Калининграда до Хабаровска практически ежегодно. А с какой целью? С целью поддержки и развития народного творчества. Это основная задача и работа Российского дома на протяжении уже вот 102 лет. Поэтому я возглавляю отдел хореографии, тоже занимаюсь вот этим, ну, делом таким большим. Не побоюсь этого слова. И вот в прошлом году для меня, конечно, Амурская область стала открытием, потому что я была здесь действительно впервые. И статья, которая была в этом написана в журнале хореографическом, называлась именно «Космическая область танца». Вот так? Да. То есть мы вас поразили? Поразили. Поразили своим масштабом, поразили разнообразием хореографического искусства, поразили неординарностью мышления, именно хореографического мышления. И, конечно, такие ведущие коллективы, как мы, как ровесники, конечно, это было очень красиво, зрелищно, потому что, честно говоря, мы понимаем, что в европейскую часть России часто они могут выбираться, даже такие ведущие брендовые ваши коллективы. Поэтому особенно было отрадно увидеть их вот здесь, на родной земле, в родных стенах, и познакомиться, так скажем, широко с их творчеством. Знакомство приятное, в общем, мы это уже поняли, но, тем не менее, это конкурс, отбираются коллективы, лучшие из лучших. Понятно, что у всех есть возможность получить советы, рекомендации. Вообще, часто удается как-то вот направить на путь истинный и посмотреть потом результат. Ну, по поводу направить на путь истинный, надеюсь, что часто, я уже сказала, что делаю я это регулярно, у меня вот, ну так, для просто факта, в месяц порядка 4-5 подобных командировок по разным регионам России. И, собственно, моя основная методическая работа в этом и заключается, чтобы, ну, указать на какие-то недостатки, недочеты в такой более-менее приемлемой форме, чтобы люди захотели двигаться дальше, исправляя вот эти недостатки и, ну, получая максимум удовольствия от своей работы. И самый главный результат, чтобы был, чтобы результат все время, как бы, динамика вот этого развития, да, вперед, вот она, чтобы присутствовала. Вот это основная моя задача и миссия, скажем так, да, на этом посту. Вот, а... Я уверена, кстати, что вот в конкурентной среде именно всегда динамика-то придается. У нас есть конкуренция, вот, по крайней мере, вы занимаетесь народным танцем, да, я уверена же, что у нас есть большие коллективы, которые занимаются именно этим. Да, да, ну, вот я уже сказала про те коллективы, которые ваши такие самые значимые, знаковые, вот, у них прекрасная подготовка, прекрасная школа именно сохранения и развития народного танца, что особенно приятно. И то, о чем вот мы постоянно говорим, и я в своих работах тоже освещаю, что вот очень важно с детства приучать участников коллектива к своей национальной культуре, к народному танцу. А у нас такая большая страна, у нас столько народностей, более 150 народностей проживают на территории Российской Федерации. И даже изучить их, хотя бы вот соприкоснуться, да, в маленькой доле с каждой народностью, это уже огромное вообще счастье, огромный багаж для любого ребенка или подростка, да, то есть это вот такой колорит, который вот, ну, можно всю жизнь изучать и весь не познать. Ну, вот действительно, мы говорим постоянно, когда народный танец, как-то больше с русским народным танцем ассоциируем, да, при этом у нас столько народностей, даже вот в Амурской области, чего только стоят наши малые народности, их столько, и у каждой свои танцы. У вас какие любимые, если не брать русский танец? Вы знаете, ну, конечно, я родилась в Поволжье, и танцы народов в Поволжье, наверное, мне более близки. Они настолько разнообразные, настолько динамичные, они настолько, каждый по-своему отличается какой-то ритмической основой, какой-то колористикой вот этой. Поэтому, конечно, вот такой густонаселенный регион, как Поволжье, и вот это разнообразие, оно, конечно, меня больше всего греет. Но русский, русский, это, конечно, приоритет. Ну, вы знаете, здесь есть такая некоторая проблема все-таки. Мы вот все, ну, в обиходе, да, когда говорим народный танец, мы подразумеваем русский народный танец. Но при этом, к сожалению, вот печальная такая есть статистика, что занимаются русским народным танцем по-настоящему, да, глубоко проникая в него, изучая, очень малый процент хореографов, очень малый. В основном это такая эстрадная стилизация, это такой некий китч, вот, что, конечно, не дает сохранение и развитие русского народного танца. И, к сожалению, опять же, мы вот по роду своей деятельности проводим еще и некий такой соцопрос, да, или мониторинг регулярный, да, вот такой срез, кто, какими народностями, да, и в частности русского танца. Так вот, получается, что у нас как раз дети не знают русского танца. Спроси ребенка в детском саду или в школе, какой ты знаешь самый популярный русский народный танец, а еще если ты можешь его исполнить, как правило, 99% не знают. Это да, это действительно большая проблема. Вот, понимаете, да, при таком как бы ассоциативном мышлении, что народный это русский, у нас получается вот такой парадокс. Вот, поэтому, понимаете, занятие хореографическим искусством, это еще и приобщение к культуре, прежде всего своей, национальной. Ну, а если у нас все-таки титульная нация русская, я считаю, что русский мы должны танец изучать в первую очередь. Анна Александровна, ну, я думаю, что это вообще такая повсеместная проблема, наверняка, во всем мире, не только у нас, не только в России, да, что действительно не все же могут взять и танцевать что-то. Вы знаете, нет, вот в прошлом году мне посчастливилось быть на большом форуме в Южной Корее, где приехало 38 стран. Я выступала с докладом как раз про развитие национальной хореографии в России и с упором на русский танец. Вот 90% вот приехавших людей из различных уголков мира, они показывали именно свои национальные танцы, хорошо их представляя. Конечно, это не тот уровень развития, как у нас в стране. У нас все-таки вот как раз дома народного творчества занимаются государственной, проведение государственной политики в сфере народного творчества. Поэтому у нас народное творчество, конечно, достигло недосягаемых высот. Это уникальная вообще система в мире. Нет, в мире больше домов народного творчества. Это российская система, созданная вот сто лет назад. Но у них очень, я имею в виду зарубежных странах, народный танец на фольклорном уровне, на уровне первоисточника, очень хорошо сохраняется, такой аутентики. То, что у нас сейчас пытаются возродить и реконструировать всякими способами различными, приемлемыми и не очень, может быть, где-то. Но, тем не менее, стараются, да, попытки есть. У нас есть прекрасные фольклорно-этнографические коллективы, которые специализируются на изучении и сохранении фольклора, тоже различных регионов нашей страны. Но там приоритет все-таки отдается народно-певческому творчеству, а не хореографическому. Песни народные мы все можем спеть, да? Слава Богу! А вот если так только касается танца, я, пожалуй, только хоровод могу вспомнить. Ну, это тоже замечательно. Да, уже пляски, например, импровизационной такой пляски от души, к сожалению, не встретишь. Анна Александровна, ну, я думаю, я теперь тоже вместе с вами буду ратовать за то, чтобы народные танцы, мы начали танцевать. Действительно, а вам желаю хорошего, справедливого судейства на конкурсе, на области танца. Я уверена, что все участники очень переживают и ждут вашей положительной оценки. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Вам спасибо огромное. Я, напоминаю, что сегодня с гостями была Анна Калыдина, заведующая отделом хореографического искусства Государственного России. Дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Полянова. Вы смотрели программу «В центре». Внимание, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова